пока вы сидите без света они уже делят власть выяжу перегоры зусимы повинного бумага ты 10 миллиардов как минимум долл зацепь это что не кратчук слышал божевильный вот и просрали страну просто просрали страну такие непрофессионалы перекрасившиеся коммуняки я прошу вас показать что вы не лохи здравствуйте это видео я снимаю как разминку перед сегодняшним стримом сразу делаю анонс сегодня в понедельник в 20.00 будет стрим надеюсь у вас будет свет надеюсь с вами нормально пообщаемся и обсудим то что вам сейчас расскажу все идет по моему прогнозу началась политическая борьба открытая между кличко и зеленский сразу хочу сказать для тех кто постоянно рассказывал что что ты предлагаешь а вот что этот youtube даст вот смотрите как сейчас я вам покажу как работает медиа давление как конкретно работает youtube и мы с вами что делаем уже первый раз предупредили открыто об обстрелах зеленский и арахамия всех и тут же арахамия наехал на кличко открыто мы начали сьогодні з девятою ранку депутаты слухи народа мы все зібрались тому що дуже багато скарг від киян надходить стосовно того що на мапі є пункти незламності вони приходять щось зачинено щось не працює десь немає тепла а десь немає інтернету і таке інше ми вирішили пройти за одну добу фактично пятьсот тридцать пунктів перевірити нас є такий чек лістити ми перевірити все що для того щоб мати актуальну інформацію ну мені чесно кажучи зараз як представнику влади соромно хоча це має бути соромно не мені а міської влади міста киева але мені соромно тому що коли ми їздили та спілкувалися десь 20 відсотках цих пунктів дезламу вони взагалі зачинені там нікого нема хоча всіх вночі попередили що депутати будуть їхати інспектувати і тоді ми побачили що є дивні рухи знаєте десь є три генератори але вони не підключені десь нема жодного генератора десь нема інтернету десь нема води і таке інше тобто ми зараз склали весь великий лист допомагаємо підключаємо бізнес волонтерів звичайно будемо давити і працювати з міською владою для того щоб актуалізувати це питання на протязі з двох трьох днів вирішити всі ці логістичні організаційні питання Крічко йому відповідав Журналісти можуть перевірити що всі заявні пункти працюють будь ласка заходьте перевіряйте це понад 430 карта постійно оновлюється я не хочу особливо в нинішній ситуації вступати в політичні баталії це безглузди мені є в місті чим займатися всі повинні об'єднуватись працювати спільно а починаються якісь політичні танці ми робимо в Києві все що можемо для життєзабезпечення столиці для комфорту її мешканців в складних умовах і що б не відбувалось продовжимо це робити Слава Києву! Слава Україні! Ярахам я дал Кличко одну неделю для того щоб исправитися учитель дал ученику задання Я хочу вам сказати пока вы сидите без света они уже делят власть как все происходит значит Кличко открыто саботирует пункты незламности по той причине потому что он не хочет делать никаких действий которые бы добавили вестов Зеленскому потому что как сейчас произойдет если Кличко сделает хорошие пункты незламности все бонусы все почести пойдут Зеленскому поэтому Кличко решил забить на людей как любой другой управленец в Украине чиновник я имею ввиду он подумал да нахер мне эти люди да в Киеве там вообще нет бомбоубежищ да пусть вас всех поубивают мне плевать мне лишь бы власть была Зеленский тоже не нашел ничего лучшего кроме как собраться и с главами администрации найти какой-то общий язык во время войны договориться началась открытая война Филатов открыто воюет с Зеленским Кличко открыто воюет с Зеленским Филатов вообще в Париже там сидит ему тоже плевать на людей на эти обстрелы на это все и он только за свое имущество переживает которое в Днепре с Корбаном сейчас то же самое происходит в Киеве Кличко в кандидат номер два на данный момент после Зеленского реально президента Украины как бы это не смешно звучало вот они себе и ведут уже предвыборную кампанию вот уже Кличко показывает им зубы то есть идет откровенная политическая борьба Арахами здесь выполняет конкретные задачи я думаю что на самом то деле Зеленский мечтал так как его бывший кумир Лукашенко мечтал проинспектировать вот эти вот пункты назлавности именно вот так а вот кстати хорошую вам даю прививку для памяти или инъекцию от беспамятства от амнезии посмотрите пожалуйста что говорил Арахамия и как он поет сейчас 15 февраля 2022 года очень известные ЗМИ начали распространять информацию гирше, чем с Кабеева с Соловьевым и отвертые фейки про возможный напад РФ в СНН Bloomberg Wall Street Journal и 26 ноября 2022 года то бишь сейчас треба застали гид заготовить в сухом виглядь продукты на тривалий период есть информация что наступного тижня могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты мы с вами победили и я не буду скромным сейчас я победил лично потому что я открыто и один единственный в Украине кто выступал и открыто говорил о том что власть допустила ошибку когда не предупредила людей о том что Россия готовит полномасштабное вторжение о том что Америка Зеленскому передала полностью все явки с паролем куда будет нападение как будет нападение они теперь открыто это признали только они рассчитывают что вы лохи и вы все забудете я прошу вас показать что вы не лохи для этого я создал youtube канал для этого я прошу всегда подписаться мы должны оказать им сопротивление именно благодаря медиа давлению я подчеркиваю в частности благодаря моему каналу они начали вас предупреждать хотя бы о ракетных ударах что может вам сохранить жизнь уже Арестович не выходит не рассказывает что ракеты закончились я вам честно говорю я считаю что это моя и ваша заслуга и прошу вас также считать что вы к этому причастны те кто подписан на мой канал те кто смотрит а те кто не подписан нужно сейчас обязательно подписаться и поставить колокольчик недавно я выпустил видео с причинами почему на самом деле вы сидите сейчас без света и очень много комментаторов посыпалось ой я ждал бомбы я ждал большего ты так анонсировал а чего вы ждали вы знаете что ждали я знаю что вы ждали вы ждали фамилию что я сейчас скажу что Петров Сидоров Иваненко Патренко виноваты нет ребята виноваты только государство и чиновники система виновата и сейчас вне зависимости от того куда не поменяй фамилии система осталась прежней монополия государства на производство передачи электроэнергии и вот вам конкретное доказательство что я прав уже даже Сеня ценуку Гордона мне подписчица прислала выступил и полностью повторил мои слова из твоего видео ну вот я попробую пояснить вашим шановым глядачам чому выключается светло угу светло выключается не только потому что не работает генерация может быть так что генерации тобто виробленного светла очень-очень много оно так и есть но проблема в том что передать это светло из одной области в другую нужно иметь мережи нужно иметь подстанции трансформаторы а теперь экс-министр энергетики Иван Плачков послушайте дословно зачитаю что говорит Украина столкнулась с большими проблемами связанными с оборудованием для восстановления энергосистемы потому что резервное уже использовано закупить его в других стран не получится особенно это касается мощных трансформаторов которых нет в резерве мы не можем получить их в других странах потому что там другой класс напряжения особенно высоковольтного оборудования заявил Плачков он считает что нужно привлекать средства и делать заказы в частных компаниях на изготовление новых агрегатов но в любом случае они могут быть готовы не ранее чем через 4 месяца это все следствие того что любой желающий бизнесмен не мог в Украине заниматься данным видом бизнеса и я вам сказал это как первопричина ну понятно ракетный удар первопричина мы говорим о внутренних проблемах когда некоторые из вас были недовольны ждали какую-то фамилию что сейчас назову и он во всем виноват нет система во всем виновата голосовать нужно правильно и не было бы такой ситуации я еще раз хочу подчеркнуть возвращаясь к теме кличко зеленского это все чисто политические игрища они сейчас делят будущую власть пока вы сидите без света мы сейчас помещены где есть светло у вас в квартире напевно есть светло так но много киян на жаль смущены сидеть годинами без светла без электроэнергии задаю вам питание звуки вы знаете что тут всегда есть светло и у меня в квартире тут не всегда есть но я думаю это ваш кабинет поэтому он должен быть в первую очередь обеспечен во первую вопрос хочу сказать что те же самые умовы находятся вот еще плохая новость близкий путину подонок из их команды фактически выдал планы анонсировал что у россии сейчас задача положить банковскую финансовую систему украины после этого из особо важных берутся те которые моментально влияют на жизнеспособность всего государства как сегодня хлистанули по энергетике это влияет на жизнеспособность государства кардинально влияет мне сегодня говорят там нет воды нет тепла все туфта промышленность стала вот самое главное да промышленность которая работала и зарабатывала деньги раз во時候 10 ракет ну за счет а если ударить центр управления железными дорогами то нужна одна ракета почему не бьем почему не бьем значит опять вспоминаем приоритетность да вот сейчас работаем по всей энергосистеме до конца добьем дальше же есть не только логистика примеру банковская инфраструктура сейчас разбобит центр банковских операций все стало то есть ничего никуда не переведешь карты не работать для получки не платят подчеркиваю как он конце сказал получка я это слово просто ненавидел это последствия советских времен когда люди не зарабатывали бабки а получали то есть эти люди и там и здесь к большому моему личному сожалению они остались совковым менталитетом у них все получка в голове во всем мире заработная плата бонусы а здесь осталось к сожалению получка одни делают вид что платят дело вторые делают вид что они работают и что-то делают это это просто кошмар кошмарович другое меня возмутило такая информация что парень сделал скажем так частный пункт незламности там брал символически 50 гривен чтобы себестоимость расходов покрыть где люди могли нормально поработать посидеть зарядить телефоны в тепле на него наехала полиция штрафовала вот это вам друзья то почему я ругал зеленского буду ругать зеленского и дальше и после окончания войны после нашей окончательной победы он не должен быть президентом украины потому что благодаря ему продолжают происходить эти кошмарные вещи эти позорные явления вместо того чтобы сейчас я бы сейчас что сделал я бы призвал бизнесменов друзья на ваш страх и риск убираю все налоги делайте частные пункты незламности помогайте людям человек у кого есть возможность заплатить сейчас символически какие-то деньги но на количестве может прийти и в частный пункт незламности если государство не справляется государство наше никогда ни с чем не справится не справлялась и не будет никогда справляться наперед вам скажу поэтому сейчас бизнесменам организовывать частные пункты незламности это было бы лучшей идеей частности такие пункты незламности вот новая почта сельпо вот вам яркий пример как там сейчас работают там они сейчас сделали люди могут зайти зарядить телефоны опять-таки в тепле. Потому что бизнес всегда решает такие проблемы. Государство вам ничего не решит. Но оно вас обложит налогами, отберет до нитки, а потом назовется Родиной, тогда, когда будет выгодно, тогда, когда будет посылать вас на смерть. А потом, когда умрет куча людей, они вернутся, и будет мирное время, они вернутся к тем же делам, которые у них были до войны. И вот это все происходящее между Кличко и Зеленским только этому подтверждение. А на стриме я вам расскажу еще больше про Арахамию. И идут процессы, я всегда вам это буду повторять, идут процессы гораздо более серьезные, чем вы сейчас себе в голове представляете. Если вы думаете, что государство, Зеленский, кто бы там ни был еще, тем более Арахами думают о вас, нет, они сейчас решают свои собственные вопросы. И вот вам, пожалуйста, видео, я все время ругал Кравчука, пусть его уже нету, я не могу. Он последние годы был чуть ли не совестью нации, его всерьез приглашали на ток-шоу, и просто замудреца какого-то считали, который даст какой-то дельный совет. Вот что говорят люди, которые непосредственно с ним работали про ядерное оружие. Украина передала Россию из ядерного оружия приблизно 100 тонн високозбораченого урана и сколько же плутонов. Поэтому, за минимальными оцинками, мы передали Россию больше, чем на 100 миллиардов долларов ядерных материалов. 100 миллиардов долларов, это фантастическая сумма даже на сегодняшний день для украинского бюджета. И когда я, я же говорю, когда я про все эти вещи говорил Кравчуку, я называл сумму, это даже в прессе, я ее оголошу, что за тактичную оружие, которую вывезли без нашего дозвола, мы должны требовать 10 миллиардов, как минимум, долларов за это. Знаете, что мне Кравчук сказал? Ты что, божевельный? У нас бюджет 10 миллиардов, а кто же нам даст такие деньги? Ну, это понимание секретаря, ЦК КПСС, что такое национальные интересы, что такое народная властность. Это на таком уровне довелося тогда працювать и с тем, так называемым, керевницей Украинской незалежной державы. По сути, я просто не знал этих цифр космических, миллиардов долларов. Вот человек явно говорит правильные вещи. Вот поверьте мне, так оно все и было. Вот где корень всех наших проблем изначально, а потом просто идет шлейф. Не провел приватизацию, ввел НДС вместо нормальной системы налогообложения, сдал ядерку, ни черта ни в чем не разбирался, вот и просрали страну. Просто просрали страну. Такие непрофессионалы и перекрасившиеся коммуняки. Так что делайте выводы, господа. По поводу комментариев еще хочу сказать два слова. Если вы фанатик лично Зеленского, я повторюсь, что я разделяю. Украина для меня это отдельно, Зеленский для меня отдельно. Случайный президент, так получилось. Вам не нравится то, что я говорю? Проходите мимо. Я не хочу слушать бредни про ФСБшность, про российскость, каких-то спонсоров. Я самодостаточный человек, повторяю вам. И этот ютуб-канал, который я начал во время войны из Киева, закончился тем, что я вынужден был уехать в политическую эмиграцию. Повторяю, для тех, кто не знает. И бесит мне комментарий. Ты там сидишь в Америке? Да ты поинтересуйся, как я сюда попал и почему. А потом поговори. Так что давайте сегодня в 20.00 на стриме. Надеюсь, все будет спокойно. Мы обсудим все то, что я вам рассказал. Я отвечу на все ваши вопросы. Это очень важно. Жду вас. Пока.